Всем привет, дорогие друзья, с вами друзья, добро пожаловать в игрушку Geometry Dash Light. Ну что ж, давайте посмотрим, не забудь поставить палец вверх, он мне поможет. Первый раз я в игрушку играю, так что я могу плохо играть. А, я должен прыгать, всё, я понял, 2% мы прошли. Так, довольно-таки забавно. Сколько раз я могу прыгнуть? Блин, это очень сложно, ребятки. В общем, я играю за такой кубик зелёненький, и мне надо добраться до финиша. Пока что нормально. Главное, не сломайте мышку, ребят. Ой, какую мышку, вы же играете на телефоне. Не сломайте свой телефон, не киньте его об стену, ребятки. Так, ладно. Я обязательно пройду этот уровень, по-любому. Ваши пальцы вверх меня очень сильно поддержат, ребят. И я обязательно пройду. Ладушки, это какая уже попытка шестая? Это хардкорная, ребятки, игрушка. Для тех, кто любит хардкор. Так, мы опять тут, тут. Вот, сейчас уже получше. Движемся дальше. Хочешь, чтобы я игру полностью прошёл? Ставь пальцы вверх. Если будет много пальцев вверх набрать игрушку, я обязательно пройду все уровни. Все для вас, ребят. Так, отлично, прошли это препятствие. Так, где у нас сложности начинаются? Так, вот тут дурацкие сложности. Не, ну люди же как-то проходят эту игрушку. Я думаю, я тоже смогу пройти. Если слишком сильно буду стараться. Блин, чтоб тебе 16%. Я думаю, надо просто заранее прыгнуть, тогда у нас всё обязательно получится. Заранее прыгаем, 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 прыгаем. Отлично. А как тут? Ряд, скажите честно, кто игрушка проходил до конца? Только не врите. Я думаю, навряд ли кто-то её прошёл до конца. Но со временем... Кстати, она очень на реакцию. Ах, я думаю, она хорошо развивает реакцию. Ваш, ребята. Блин. Так, продолжаем. Надо сосредоточиться. Блин, эта игрушка реально немножко бомбит. Бомбезная игра вымораживает немножко. Так, ничего страшного. Надо сосредоточиться. У нас обязательно получится. С вашей помощью. Ладно, главное не бомбить, ребята. Всё обязательно у нас получится. Боже мой. Не киньте свой телефон об стену, ребята. Очень сильно вас прошу. У кого нет железных нервов, просто не устанавливайте игрушку. Потому что игрушка мега-хардкорная. Я в такую не играл. Это ужас какой. Кто придумал это? Как уж, блин... Он решил поиздеваться над людьми, ребята. Он, наверное, не любит людей. Зачем он это сделал? Мне кажется, сам разработчик не проходил эту игрушку. Ё-моё. Ну, у нас с вами обязательно получится. Вот тут я не знаю, как... Не могу просто понять, как пройти вот это препятствие. Сначала у нас уже начинает получаться. А вот там пока что в тупик, ребята. Тут он, например, заранее. Жать, жать, жать. Почти же. Да почему я заранее-то умер? Ладно, давайте сначала. Тут у нас вообще все хорошо получается. Тем далее. Тут хорошо. Тут хорошо. Тут все хорошо. Тут уже не очень хорошо, ребята. Да как так пройти вообще? Я не понимаю. Я думаю, ну, рано или поздно все равно получится. Все-таки навык он остается, опыт он всегда остается. И поэтому с каждым раз у нас должно все лучше и лучше получаться. Это мега сложно, ребят. Это мега адски сложно. Не знаю, как это вообще игрушка проходить. Так, ладно. Тут у нас более-менее. Просто хочется посмотреть на этот финиш вообще, как он выглядит. Представьте, там на финише просто какая-нибудь дикая подстава. Опять. Это дурацкая препятствия. Так, отлично. Почти. Нам надо это домучить. Ну, то вообще это адски как сложно. Сначала-то мы стали уже справляться. Но вот там, там просто ужас. Ужас какой. То есть тут все очень четко спланировано. Именно с какой точки нужно конкретно прыгнуть. Если вы не прыгнули с нужной точки, у вас не получится. Давайте другой левел что ли возьмем. Да, что-то у нас нифига не получилось. Смотрите, у него такой смайлик счастливый. Не знаю, мне... Он должен быть слой смайлик. Я думаю, более подходящее было бы. Попробуем тут. Ух ты. Так, тут довольно-таки интересно. Блин, ну тут адски... Блин, а это надо... Это надо было перепрыгивать. Все, я понял. Надо было догадаться. Черт побери, вообще. Это так выбешивает, вы не представляете, ребят. Я не знаю. Не советую устанавливать у кого реально слабые нервы. Потому что с ума можно сойти. Боже мой. 18% прошли это достижение. Была бы хоть тут контрольная точка. Было бы намного проще. Хотя бы был смысл до нее добраться. Адски сложная игра. Это название должно быть этой игрушки. Адски сложная игра. Или адски сложная аркада. Я не знаю, как ее лучше назвать. Бомбезная игра. Блин, сколько телефонов. Я знаю, зачем бы эту игрушку придумали. Чтобы люди портили себе телефоны. Били об стену. У них, наверное, договоренность с компанией. Есть компания телефонов всех. И они решили выпустить игру. Которая психологически бы наталкивала на то, чтобы сломать телефон. Ну, а раз без телефона нашелся не можешь. Они бы пошли покупать новые сети телефона. В принципе, это логически. Мировой заговор этой игрушки. Этот кубик зеленый. Словещий кубик. Никакой он не зеленый. Он должен быть красный. На самом деле. Ладно, мы продолжаем. У нас получится. Обязательно, если мы будем стремиться. Мы тут уже немножко научились, норовились. Ух ты ж, блин. Попал под этот батут. Четырнадцатая уже попытка. Блин, ну это ужас. Ужас какой. Так, ладно, ладно. Хорошо. Надо заранее было прыгать. Тут все рассчитано. Тут каждое твое действие рассчитано. Это действительно вырабатывает крайнюю реакцию такую. Потом у нас будет просто шикарная реакция, если вы эту игрушку пройдете. Я не знаю, что тут делать. Ох ты ж, елки-палки. Так как так-то? Два четыре процента. Не, я больше не пройдываю. Давайте, давайте уже сольемся. Лучше посмотрим. Тут все зеленое. Тут, блин. Глазам вообще непривычно, согласитесь? Так как это прыгать-то так? Кубик зеленый и еще фон зеленый. Ребят, ну согласитесь. Это же, это невозможно пройти. Был бы хотя бы красный кубик или фон красный? О боже, это по зрению уже плохо. Так, что-то надо сделать. Два раза прыгнуть, что ли? А, вот как, два раза прыгнуть. Пять процентов. Пять процентов. Ладно. Мы все равно начинаем немножко изучать игрушку. Фон пожелтел. Ну, лучше, пускай он будет желтый. Да, да, желтый получше. А вот когда зеленый, у меня даже глаза начинают болеть немножко. Блин, ну это резкий перепад, наверное, тоже придуман специально. Так, чтобы нас как-то отвлечь. Ну, это, это жесть, ребят. Вы сами все видите. Какая игрушка жестокая. Так, так. Блин, надо было два раза прыгнуть. Ладно. Мы уже начинаем проворнее быть. Реакция у нас улучшается. Фух, блин. Не догадал. Вот, красный фон. Это лучше. Это другой левел. Может быть, тут у нас получится. Я даже не знаю, какой самый сложный левел. Блин. Сколько мы процентов прошли? Блин, один лучше другого. Замечательно. Тут реально можно выронить телефон или просто разбить об стену. Я, я, я не представляю. Какой садист это сделал? Это придумал игрушку. Это жестокая игра, ребят. Ни один хоррор, ни один шутер не сравнится. Блин, блин, один из процентов. Но это уже получше один из процентов. Бомбезная игра, блин. Адски бомбезная. Это ей больше подходит. Заранее прыгнул. Вот тут. Не надо прыгать заранее. Если бы игрушку действительно набирал бы просмотры по полмиллиона, я бы, я бы кровь из носа, но я бы прошел бы хотя бы один левел и показал вам действительно, как это надо сделать. Сделал бы нарезку конкретно. Хорошего именно момента, именно удачного. Было бы круто. Но чтобы это сделать, нужно много пальцев вверх, ребятки, набрать. Я тогда постараюсь. Я потрачу день, потрачу двое-трое суток, но я пройду левел. Потому что мозг человека так устроен, что со временем он просто к этому привыкает. И у него уже просто на автомате, он как робот. Так что я думаю, у меня получится. Вот такой вот приятный свет. Я думаю, тут будет получше. Сочетание зеленого и синего. Хотя, может быть, какая-то загвоздка в этом есть. Человек воспринимает, что только три цвета. Зеленый, синий и красный. А стена это всего лишь сочетание. Что б тебе? Сочетание этих цветов. Ух ты ж, ё-моё. Так 10% прошли. Как же сложно-то тут. Ладно, блин. Седьмая попытка. Я, ребят, могу со 100% уверенностью гарантировать. Нет такого человека, который будет с первого раза это прошел. Это 100%. Минимум 100 раз надо в нее поиграть. Новый левел. Давайте посмотрим. Фиолетовые оттенки. Ох ты ж, 4%. Если вы 10% пройдете, ребятки, вы уже будете герой. Вы уже будете молодец. Давали какие-нибудь бы бонусы. Нет, нет, нет. Тут вообще... Я не представляю, что тут делать надо. Если бы экран бы не двигался, я мог сам бы как-то прыгать. Это было бы уже попроще как-то. Нет, нет, нет. Все. Причем, смотрите, этот легкий самый левел. Посмотрите, какой он счастливый, ребятки. Счастливый, довольный. И тут довольный. Тут просто улыбается. Улыбается. Тут как-то он уже насторожился. Тут тоже настороженный. А тут он уже зло, ребятки. Давайте посмотрим, что тут. Что за уровень. Бомбезный уровень. 2% ладно. Блин. А что тут делать-то действительно? 3% это уже достижение, ребят. Что ж ты будешь делать-то? Я причем прыгнуть-то не успеваю. Надо вовремя прыгнуть. Два раза прыгнуть, ладно. Хорошо. Сейчас. Раз, два. Раз. Да, если тут просчитать все, то в принципе у вас все получится. Раз, два. Раз, два. Все, смотрите, я уже понял, два раза прыгаем. Раз, два. Раз, два. Нет. Вот, сейчас. Раз, два. Раз, два. Два раза, что же я делаю-то? Раз, два. Раз, два. Раз, два. Ух ты ж, блин. Так, ребятки, я нашел самый суровый левел. Давайте посмотрим на нем, как это будет. А что тут делать-то надо? Ой, елки-палки. Вот я не хочу тут играть. Это же жестоко. Смотрите, прыгаем, 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 прыгаем. Блин. Ладно. Прыгаем, не прыгаем. Ё-моё. Прыгаем, не прыгаем, прыгаем. Вы это видели, что произошло? Там надо было прыгнуть. Все, я не хочу в это играть. Давайте просто левелы посмотрим. Это босс, что ли? Короче, вот он, самый сложный левел, который мы с вами играли. Его прошел на 6%. Ставьте пальцы вверх, ребят. Если будет видео колоссально много, количество пальцев вверх набирать. Я не знаю сколько. 10 тысяч, допустим. Я знаю, что вы не сможете это сделать, поэтому я говорю. Но если все-таки наберет 10 тысяч пальцев вверх, я сниму вам прохождение этой игрушки. Допустим, начнем с первого левела. Я свои условия скажу, когда пройду. Потом второй, третий, я всю игрушку пройду. Обещаю. 10 тысяч пальцев вверх. Вы не сможете это сделать. Всем удачи, ребят. Всем до скорого. Пока-пока.